Всех приветствую, друзья, в студии Анна Трояна. В эфире телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Ну что, хоть и совсем не весенняя температура за окном, зато на ЛРТ весна наступила уже полностью. На этой весьма праздничной неделе мы приготовили для вас массу интересного. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу. Друзья, Международный женский день на нашем канале обещает быть незабываемым. Первое, чем хотим порадовать, это специальным праздничным выпуском новостей. В нем мы собрали интересные истории прекрасных представителей Слюберецкого округа и постарались раскрыть их секреты. Героини этого дня поведают вам о своей деятельности, жизни и многом другом. Такое нельзя пропустить, поэтому смотрим ЛРТ 8 и 9 марта в течение всего дня. Достаточно независимая девочка. То есть достаточно таким железом, с характером. Потому что, я так думаю, это наложило отпечаток у нее занятия боксом. Все-таки она и боксом занималась, и чуть-чуть восточным единоборствами. Ну что ж, девчата, девушки, мамы и бабушки. В Международный женский день нашу душу согреют еще и всеми любимые Константин и Валерий Меладзе. Праздничный концерт ловите в эфире ЛРТ. В программе юбилейного вечера под названием «Полста» братья споют вместе на одной сцене. Исполнят композиции вместе с Димой, Биланом, Валерией, Григорием, Лепсом и, конечно, группой «Виагра». Вам предстоит провести время как с хорошо знакомыми, так и всеми любимыми песнями. Так что готовим ваши голосовые связки 8 марта в 13.00 и вечером в 8.00. Сто шагов назад, тихо на пальцах, иди моя душа, не оставайся. Сто шагов назад, придержения больше нет. Всемирно известный факт. Русские девушки самые красивые. В этом убедимся и мы в четверг. Понятие Russian Beauty давно стало международным брендом. Наши девушки нарасхват среди самых известных дизайнеров, режиссеров, фотографов и модельеров мира. Они востребованы и желанны. Каждый год сотни иностранцев приезжают в Россию за невестами. И наоборот, покоренные красотой мужчины сами переезжают в нашу страну. Но может мнение о том, что россиянки самые красивые, всего лишь миф? Попробуем разобраться 8 марта в 14.45. Диеты же нет. Я правильно питаюсь. Пропагандирую здоровую женскую красоту. И наши девушки часто отличаются фигуристостью, потому что в России все-таки принцип иметь женщину с формами. То, что любят русские мужчины. А модельный бизнес формы не приемлет. Ну что ж, а в завершении прекрасного праздника мы вспомним о том, что главное в человеке все-таки душевная красота, а не внешняя. 180 – это рост настоящих красоток. Во всяком случае, в этом уверен наш герой Костя. Для него это не просто метрические данные. Высокая королева рядом с ним – символ успеха и состоятельности. Однажды он решает устроить себе звездный час мужчины маленького роста. Приглашает на свидание клиента клуба не ниже заданной планки. И по нелепому истечению обстоятельств на встречу приходят сразу все. Как выкрутится парень? Увидим четверг в 21.45. Тебе с ним в баскетбол не надо играть. Да не, погоди, ну. Мне нравится Женька, да. И она давно хочет поговорить со мной о чем-то серьезном. Думаешь, я не знаю о чем? Мы с ней давно встречаемся, конечно, она хочет замуж. Ну так женись! Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. Есть возможность развиваться у детей всесторонне. Это помимо хорошей физической формы, это хороший вкус, это правильное взаимоотношение партнера и партнерши. И дарить всем болельщикам невероятное удовольствие. А вы знаете, кем была Коко да Шанель? История невероятной француженки, покорившей весь мир, увидим в субботу вечером. Это картина о взлетах и падениях молодой девушки с упорством, хотавшейся за любую возможность найти применение своему многогранному артистическому таланту. Днем работа за швейной машинкой, вечером выступление на сцене Кабаре, которому Габриэль Шанель обязана своим прозвищем Коко. Она получила за исполнение незамысловатой песенки из своего репертуара. И так бы и было все невзрачно, если бы не тот самый счастливый случай. Подробности смотрим на ЛРТ 10 марта в 20.30. Коко, позволь представить мое семейство. Семейство, познакомьтесь, Коко. Поклон. Мой дедуля, основатель династии Бальзанов, великий человек. А это тоже Габриэль, моя тетка, Габриэль Бальзам. Не замужем, бездетная. Хвала Господу. А вы похожи. Господи, кошмар какой. Ну и в завершении большого уикенда мы проведем вечер в компании прекрасных красавцев и комедии «Мужчины» в «Большом городе», часть 2. Сюжет ленты показывает разных по характеру и роду деятельности парней. Один из них – хозяин кафе и будущий папа, второй – безработный, третий – музыкальный продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего именно хотят мужчины, тоже неизвестно. Ясно только то, что все они весьма схожи в своем стремлении к счастью и любви. Получится ли у них получить это? Увидим в воскресенье в 21.30. Но даже если вдруг отчаяние нагрянет, ты вспомнишь, что ты идешь в правовод. О, е-е-е-е. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программ и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю всей прекрасной половине человечества обрести настоящее женское счастье. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!